Более 30 домов строятся в Северодвинске совместно с дольщиками. Вот только последние платят за будущее жилье, а заехать в свои квартиры не могут. С претензиями горожане идут в прокуратуру. Сегодня надзорные органы пригласили к себе застройщиков. Жители этой части девятиэтажки в районе Бутома-16 свои квартиры ждут два года. Все квадратные метры раскуплены. В отделе судебных приставов два исполнительных производства на 500 тысяч рублей. Застройщик обязан выплатить за неустойку по договорам долевого строительства. Северодвинцы обратились и в прокуратуру. Сегодня на совещании присутствовали и застройщики. В течение этого года одна проблема, связанная с застройкой объекта, была связана именно с согласованием технической документации с МРСК и подключением дома к отоплению. На данный момент дом подключается к отоплению, однако я хочу заметить, что после полного подключения дома к отоплению нам необходим порядка трех недель, месяца, для того, чтобы была просушка дома. Дом на Бутома обещают сдать в феврале следующего года. В свои квартиры до сих пор не могут заехать и жители в районе Республиканской 38. Их дом должны были сдать в марте этого года. Проблемной остается многоэтажка около Карла Маркса 58. Его строят уже 10 лет. Последние два года с участием дольщиков. Руководитель компании застройщика уверяет, строительство ведется, выплачивают и компенсации. Девятиэтажный дом, секция. Месяц максимум два будет сдан. Это про какую очередь вы говорите? Так, это очередь четвертая сейчас. Городская прокуратура отмечает, в Северодвинске некритичная ситуация. Дома медленно, но строятся, компенсации выплачивают. Например, в Архангельске обманутые дольщики вышли на митинг. У надзорных органов пожелание к застройщикам одно. Если сроки срываются, незамедлительно сообщать это дольщикам. У гражданина возникает право обратиться в суд и взыскать неустойку, которая определена как законом, так и договором участия в долевом строительстве. То есть, это исчисляется за каждый день просрочки определенный процент, который в случае большого периода нарушения обязательств, значительного периода, он может достигать весьма немаленьких сумм. Сегодня руководителю компании, которая строит на Карла Маркса, выдали предостережение о недопустимости нарушения закона. Встречу с застройщиками в прокуратуре планируют повторить и уже, возможно, в разговор вступят и дольщики. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.